Меня зовут... Вот, расскажите, что вчера, собственно, произошло, как получилась такая ситуация? Ну, как бы я был на митинге, после чего мы с него ушли около четырех, ну, после того, как поставили стеллу на площади Петровского. А потом, как бы, потом, как бы, поступила информация, ну, в группе Левый сектор, что, как бы, ну, Правый сектор собирается штурмовать отделение милиции, где заперты, ну, арестованные активисты, которые были на митинге. То есть, мы туда подъехали, он уже поступил информацию, что, как бы, работников милиции там достаточно, то есть, помощь не требуется, и мы решили, ну, начали уходить домой, то есть, мы пошли из Генерала Сталинграда на Кирово, чтобы там ловить маршрутки и разъезжаться домой, то есть. А потом, а там, когда мы ловили маршрутку, на нас напала группа человек, вот, более тридцати, ну, побили нас. Ну, я не переживаю, как бы, ну, задавали вопросы, что, да, как, после чего, как бы, ну, протолкнули к отделению милиции, ну, собственно, там мне сотрудники милиции оказали первую помощь и привезли вот сюда. А за что вас побили? Вы, может, что-то плохое сделали? Может, ругались на них, может, повражали? А за что вас били? Ну, а, то есть, ну, как бы, мы стояли, они шли, они крикнули «Слава Украине!», ну, «Слава Украине!», ну, никто им не ответил, потому что, ну, мало ли, может, между собой кричать, то есть. То есть, вы не ответили героям «Слава», проще говоря, «Изайка» получили? Да. А какие они были в силах? Они были в масках, типа, ну, как вообще, ну, кто это был? Вы поняли? Вот, кто они такие? А какие головной убор был, ну, одни уже на это время. А, то есть... А вы тоже были? Нет, то есть... Они были одеты, ну, в темные спортивные костюмы, потом, либо, ну, маска, как шапка, с прорезью на грузах, либо просто так, бандана перевязанная. И вооружены были битами, газовыми баллончиками, вот, с телезом на ногу прорезали. А били чем? Как били? Ну, битые, видимо, покупные, металлические, потому что металлические, да, вот, достаточно легкие. Скажите, а где они вас составили? Ну, то есть... Нет, ну, они, как бы, потом привели, ну, притащили, как бы, в отделении милиции. То есть, они били и они притащили? Ну, да, они, как бы, ну, они обыскивали, ну, абсолютно ничего не нашли, там, сколько ключей, карточка, карточка до телефон больше, больше, больше ничего в карманах не было. То есть, вы из Непротоксовской самообороны, правильно? Вы в отрядах состоите? Ну, не совсем, я просто, ну, как бы, ну... Ну, а вы находились на митинге, в качестве кого? Ну, просто находился на митинге и так же смотрел за порядком. Смотрите, Данил, а может, вы на митинге ему грожали, что-то на них кричали, кидались? Нет, как бы, мы просто стояли на митинге, смотрели, чтобы все было, все было нормально, чтобы никакие провокаторы, либо просто, как люди, которые, ну, любят построить. Они были организованы. Вот, был у них просматривался, как будто лидер, где эти пенели. Если просматривался, опишите нам его, пожалуйста, со всеми подробностями, если можете вспомнить. Какой был для себя этот лидер? Ну, то есть, как бы, именно в самой их толпе лидера нету, но это были, как бы, люди в спортивных костюмах. Там уже под отделением, как бы, был, ну, как был человек, то есть, одет, скорее всего, как, ну, наверное, как в казаху. То есть, у него штаны, что-то вроде Галифея, такие фильмы, 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 фильмы. Вот, скажите, пожалуйста, вы присутствовали, да, на митинге, то есть, вы видели этих людей среди толпы? Нет, как бы, ну, как я их мог видеть среди толпы, потому что они были в масках, а на митинге есть. А о чем вы говорили? У вас сначала был разговор, потом вас начали бить. Нет, как бы, ну, мы, вообще-то, сначала, как бы, не сказали славу Украине, никто ничего не ответил, после чего они начали бить. Когда били? Там сокрещали все, ну, каким-то там возрастом. Или просто били у вас. Ну, били там, что-то. А как вы поняли, что это был казах? На основании чего, вы сделали такой вывод? Я, так, пишите казака. Или это был русский казах? Ну, я откуда знаю. Я что, паспорт у него проверял, ну, или что? Ну, еще бабушек. А, скажите, Данил, а как милиция отреагировала? Вас скира скира это было, да? Нет, бабушкинский. Бабушкинский, да? Ну, как, ну, милиция вся, как бы, постаралась оказать, ну, первую медицинскую помощь и доставить больницу. Скажите, вот милиция... Подождите, а вот они вас притащили в милицию, сдали вас побитых. Милиция не пробовала их задержать? А нет, там просто была ситуация, что была очень большая толпа вокруг милиции, и они просто, как бы, открывали дверь, туда людей запихивали. Ну, думаю, милиция не могла бы такую толпу разогнать, потому что людей там было достаточно много. Именно возле самого уклада. Для них вот сегодня была информация, что шесть людей задержано кировским райотделом, там, статья 87-я. Вам уже предъявляли каких-то людей, там, опознания, или что-то еще? Ну, нет, я ночью только общался со следователями, больше, как бы... Ну, следователи говорят, что дело против ваших обидчиков возбуждено? Ну, они, как бы, просто, ну, я их, ну, как бы, спросили у меня, что, да, как, то есть, все... Данил, какие травмы у вас, и с чем вы лежите? Ну, то есть, резаная рана у тут все это получено. Ну, руки побили, ну, просто под глазом заняты. Как это называется, там, ЧМТ, или что это такое? Ну, ваши травмы. Ну, нет, как бы, ЧМТ. Хорошо, Данил, как вы себя чувствуете, голова боится, там, что это? Ну, температура, как бы, так особо нормальная. Сколько вам здесь еще находиться в больнице? Ну, я еще с этого с врачом не, этого не обсуждал. Не знаю, что, да. В больнице все нормально, ухаживают за вами, да, все хорошо? Ну, да, ну, как бы, ну, что, ну, сделали один укол, перевезали, что какая-то тут еще.